В этом видео мы смоделируем сварное соединение и заодно рассмотрим один из вариантов применения инструмента тай – связка. Итак, вот наш сварной узел. Он состоит из нижней пластины, подошвы сварного шва, самого сварного шва и фасонки. Фасонка будет соединяться с нижней пластиной только через сварной шов. Чтобы в процессе генерации сетки конечных элементов они не слиплись, между ними нужно сделать минимальный зазор. Первое, что приходит в голову, для образования зазора между фасонкой и пластиной, нужно приподнять подошву сварного шва. Второй вариант – не соединять шов с пластиной, а связать их при помощи инструмента тай. В этом случае, между 3D-моделями оставляем сплошной зазор, который распространяется и на подошву шва. Давайте посчитаем и сравним оба варианта. Начнем с варианта со связкой. Выполняем болевое слияние деталей и переходим в МКР. Создаем контейнер с расчетом. Генерируем сетку конечных элементов. Добавляем материал. Добавляем закрепление. Добавляем. Добавляем нагрузку. Добавляем нагрузку. Чтобы добраться до скрытых поверхностей. Вызываем тай. И связываем сварной шов с его подошвой. Добавляем геометрическую зазору. Все готово к расчету. Идем в Calculix. Нажимаем записать файл задачи. И запускаем расчет. Расчет окончен. Результаты рассмотрим позже. А сейчас посчитаем такую же задачку, но для варианта с приподнятой подошвой сварного шва. Вот наш подъем, который обеспечит зазор между фасонкой и пластиной. Сразу скажу, что без крайней необходимости зазоры таким образом лучше не делать. И сейчас узнаем почему. Выполняем булевое слияние деталей. И переходим в МК. Создаем контейнер с расчетом. Генерируем сетку конечных элементов. И не успев начать строить расчетную схему, сразу же попадаем в ловушку созданной автогенерацией сетей. У нас генерировалась редкостная гадость. Треугольники с маленьким углом. Почему ловушка? Увидим далее. А пока добавим материал. Добавим закрепление. Добавим нагрузку. Запустим расчет. Теперь выведем результаты расчета сдвиговых напряжений подошвы шва для обоих схем и сравним их. Вот у нас две схемы. С одинаковой геометрией, одинаковыми материалами, одинаковыми граничными условиями. Почему же результаты отличаются в два раза? И какая из схем дала верный результат? Спорной высл для этого ролика я сконструировал так, чтобы напряжение в нем можно было определить по самой простой методике. Как видим, верный результат у первой схемы, где для связи шва с пластинами мы использовали тай. Тогда что не так со второй схемой? В чем причина такого сильного искажения результатов? А причина кроется в ранее упомянутых треугольниках малого угла или вообще в любых других конечных элементах, у которого одна из сторон очень маленькая. Они вызывают погрешность в расчете из-за недостатка метода перемещений, на котором базируется метод конечных элементов, в котором, образно говоря, чем меньше перемещение, тем жестче элемент. А у маленьких элементов – маленькие перемещения узлов, и они математически начинают вести себя, как абсолютно жесткие тела, концентрирующие на себе большие напряжения. Становятся и такими камешками в сандалии. Поэтому их называют вырожденными элементами, а место там, где они искажают результаты – сингулярности. И вот тут-то важно не угодить в ловушку, так как всякий камушек, как водится, указывает на три направления. Первый – перестраховаться и законструировать по максимальным значениям. Естественно, будет очень прочно, но такой подход ведет к необоснованному удорожанию изделия. Второй – проигнорировать сингулярность и взять значение результатов по соседним элементам. Вот так могут поступать только опытные инженеры, хорошо чувствующие работу конструкции. И третий – самый, на мой взгляд, верный – оптимизировать сеть конечных элементов так, чтобы свести вероятность появления сингулярности к минимуму. Тем более, что для этого у нас есть достаточно богатый набор инструментов. Можем просто изменить плотность сети конечных элементов. Можем выбрать другой алгоритм разбиения на конечные элементы. Можем выбрать более высокий порядок оптимизации сети. Можем выбрать более сложный алгоритм рекомбинации. Лучше всего изначально построить расчетную схему таким образом, чтобы не создавать условий для появления вырожденных элементов. Одним из таких решений может быть использование объединения элементов при помощи инструмента ТАЙ. На этом все. Надеюсь, данная информация была вам полезна. И, как зажды, дякую за увагу. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...